Работа образовательных учреждений, в том числе и дошкольного образования, временно приостановлена. Однако это не означает, что воспитатели просто прохлаждаются, сидя дома. Пустые коридоры без привычного звонкого смеха. Наталья Гольцова проходит по ним, вспоминая, с чего все начиналось 11 лет назад и как детей стали окружать такие яркие элементы. Естественно, очень хотелось обуютить то место, где я буду работать. Начиная сначала с группы, а потом мои взоры пали и на стены этого детского сада. Поэтому я решила выбрать такой незатейливый сюжет для украшения стен, где будут преобладать веселые цвета, яркие цвета, где будут бегать, смеяться дети, где будет много зелени, где будет много интересных каких-то элементов ярких. Безусловно, дети всегда очень хорошо реагируют на яркие пятна. Главной героиней сюжета Наталья Николаевна стала неспроста. Именно она в ноябре будет принимать участие в финале всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2020». А вот финал регионального этапа совпал с разбушевавшейся пандемией. Соответственно, планы пришлось быстро корректировать. Да, приходилось отсылать материалы, например, с видеозанятия, видеомастер-класса, свой проект, накладывать голос. Но если рамки этого конкурса позволяют использование такого способа, почему бы нет? Несмотря на победу в городском и региональном этапах и выход на Россию, главное признается – семья. Наталья Николаевна – мама троих сыновей, старшему из которых уже 18. Говорит, именно они подтолкнули ее к выбору места работы. Я считаю, что мой приход в профессию был неоднозначным, не похожим на приход других сотрудников. То есть это не было так, что я закончила учебное заведение и, как говорится, с голой скамьи пришла на работу. Нет, перед тем, как прийти на работу с маленькими детьми, я имела опыт домашний. То есть сначала я состоялась как мама, и, скажем так, накопив этот богатый, интересный и красивый опыт, я уже со всем теплом, с какими-то задумками пришла сюда. Наталья признается, перед финалом хочет для начала отдохнуть, а потом заняться вплотную разработкой новых программ, которые должны покорить жюри конкурса. Анастасия Гришина, Арсений Куликов, телеканал Первый областной.